Шерсть Название этих зверьков происходит от слова «шерсть». Дело в том, что все их конечности и хвост соединены плотной, широкой, покрытой мехом перепонкой. Вот почему их и называют «шерстокрылые». Существует два вида. Оба обитают в Юго-Восточной Азии. Малайский шерстокрыл встречается в тропических дождевых лесах и на каучуковых плантациях Таиланда, Малайзии, Борнео, Суматре, Яве и некоторых полегающих островов. А чуть меньший по размерам филиппинский шерстокрыл населяет леса островов Нинданао, Басилан, Самар, Лейт, Бахол. Оба вида очень оригинальны, поэтому их выделили не только в отдельное семейство, но даже в отдельный отряд. Но к такой систематике ученые пришли не сразу. Шерстокрылые имеют признаки очень многих животных. Таких уникальных созданий на Земле больше нигде нет. Например, еще Карл Линей предположил, что шерстокрылые – это похожие на лемуров полуобезьяны. Другие же ученые причисляли их то к летучим мышам, то к сумчатым, то к насекомоядным. Из-за такой неопределенности эти создания получили массу названий. Крылатые обезьяны, летучие лемуры, летучие кошки, удивительные летучие мыши и так далее. Сегодня у них есть еще одно очень популярное название – Кагуаны. Информацию о том, почему их так называют, мы не нашли. Возможно, это название происходит из малайского или какого-то другого местного языка. Как уже было сказано, самый характерный признак шерстокрылов – это летательная перепонка, которая покрыта шерстью. Ни одно планирующее млекопитающее не имеет такой большой перепонки. Например, у настоящих летяг перепонка расположена лишь между передними и задними конечностями. У шерстокрылов же она захватывает даже длинный хвост, на задних конечностях доходит до кончиков пальцев, а спереди прикрепляется по бокам шеи. Когда шерстокрыл расправляет свой плащ, то становится похожим на бумажного змея. Хотя лететь он не может, но при прыжке дальность планирования может достигать 140 метров. Средний размер этих странных созданий примерно 40 сантиметров, а вес 2 килограмма. Голова небольшая и широкая, уши короткие и округленные. Глаза, как и у всех ночных животных, большие. Стереоскопическое зрение помогает им не только прекрасно видеть в темноте, но и точно приземляться во время прыжков. Кроме зрения, на голых подошвах лап есть плоские площадки, на которых находятся присасывательные диски. Они позволяют шерстокрылам надежно приземляться на деревья и другие поверхности. Однако на лапах шерстокрылов, кроме дисков, есть еще по 5 пальцев, на конце которых есть острые загнутые когти. Они позволяют животным цепляться за деревья и свисать вверх тормашками с веток, точь-в-точь, как это делают ленивцы. Шерстокрылы ведут преимущественно ночной образ жизни. Днем предпочитают проводить время в дуплах деревьев или же висеть на ветках. Деревья – это их основная среда обитания. Поэтому, когда они оказываются на земле, то становятся совершенно неуклюжими и стараются как можно быстрее доползти до ближайшего дерева. По своей природе они – одиночки. Каждый зверек имеет свой определенный участок леса. Впрочем, о социальном поведении шерстокрылов известно очень мало. Питаются они исключительно растительной пищей – листвой, почками, цветами и плодами деревьев. Как и многие древесные млекопитающие, эти создания получают достаточное количество воды из пищи или же при облизывании мокрых листьев. Определенного сезона размножения у шерстокрылов нет. Беременность длится 60 дней. Самка, как правило, рожает одного детеныша. И очень редко двух. Новорожденный, совершенно беспомощный, голый и слепой. Мать вскармливает малыша в течение 6 месяцев. Все это время детеныш проводит, цепляясь за брюхо матери, которая перемещается и прыгает по деревьям вместе с ним. Однако мать может сложить из перепонки около хвоста мягкий теплый карман, в котором она может переносить своего малыша. Половой зрелости шерстокрылы достигают в возрасте 3 лет. Хотя удивительный летательный аппарат шерстокрылов помогает им совершать путешествия на большие расстояния, но он же делает их уязвимыми для хищных птиц. И все же эти летающие создания главным образом страдают от вырубки лесов под сельскохозяйственные угодья. А на филиппинского шерстокрыла из-за меха и ради мяса охотится местное население. Сегодня оба вида шерстокрылов занесены в Международную красную книгу со статусом «Уязвимый вид». А вам когда-нибудь доводилось слышать об этих летающих лемурах? Продолжение следует...